Привет! Это Владимир Козлов. С новым эпизодом подкаста «Всё идёт по плану». Сегодня речь пойдёт о кино в советскую эпоху. Название эпизода – первая часть фразы «из всех искусств для нас важнейшим является кино». Эту цитату вождя большевиков Ленина я впервые увидел в фойе Могилёвского кинотеатра «Октябрь», главного и самого большого кинотеатра города. Потом я видел её во многих других кинотеатрах в разных городах СССР. Как позже выяснилось, цитата не совсем аутентичная. То есть, Ленин не написал этого в какой-либо статье и не произнёс в застенографированной речи. Вроде как Ленин сказал что-то подобное в беседе с наркомом просвещения Луначарским, тот, в свою очередь, упомянул эту мысль в письме к Григорию Балтианскому, одному из организаторов советского кинематографа. И так возникла цитата. Хотя, в принципе, сегодня уже совершенно неважно, сказал это на самом деле Ленин или не сказал. Прежде всего, это пример того, как в советское время цеплялись за фразы вождя, пытаясь подкрепить его цитатами, происходящие едва ли не во всех сферах жизни. Но, независимо от того, чего хотели коммунистические идеологи, к 80-м годам прошлого века кино было уже не идеологическим и пропагандистским инструментом, а просто основным видом досуга большинства советских граждан. Прежде всего, молодых. Кафе или ресторанов было мало, клубов в сегодняшнем понимании не было вообще, спортивные события происходили нерегулярно, а сидеть в тесных и затхлых квартирах не хотелось. Поэтому люди шли в кино. В Могилёве, где я жил, было тогда три основных кинотеатра. «Октябрь», «Родина» и «Червоная зорка», «Красная звезда». И два кинотеатра второго экрана. «Космос», единственный двухзальный, и «Смена». Практически клуб, находившийся где-то на задворках второго микрорайона. Так далеко, что я в нём ни разу не был. В 1989 году открылся ещё один кинотеатр. «Ветрось». «Парус». Билеты в кино стоили от 25 до 70 копеек. Самой высокой была цена на дальние ряды при показе в октябре широкоформатного фильма. В советской системе кинопроката существовало деление на обычный формат, примерно соответствующий нынешнему 4х3, широкоэкранный, нынешний 16х9, и широкоформатный. Тот же 4х3, но проецируемый более крупно, в кинотеатрах, оснащённых соответствующим оборудованием. У широкоформатных фильмов был ещё стереозвук. Первый сеанс во всех кинотеатрах был детским. Но я даже в соответствующем возрасте старался ходить на взрослые фильмы. А от редких посещений детских сеансов впечатления остались удручающие. Крик, писк, топот, беготня по залу и жутко исцарапанная картинка на экране. Перед фильмом показывали киножурнал минут на 10. Например, выпуск новостей дня. Проблемой было то, что выпуск этот был снят несколько месяцев назад, и новости в нём безнадёжно устарели. Практиковались удлинённые киносеансы, как правило, раз в день. На них в качестве журнала показывали документальный фильм примерно на полчаса. Думаю, такие сеансы делали специально, чтобы как-то прокатывать снимающееся в СССР документальное кино. Но фильмы эти были совершенно неинтересные, и я, по возможности, избегал удлинённых сеансов. Все могилёвские кинотеатры были далеко от моего дома, и до 10 лет я смотрел кино только в Доме культуры с завода искусственного волокна имени Куйбышева, ЗИВ. Он находился в нескольких троллейбусных остановках от рабочего посёлка. В первый раз попал я туда ещё, наверное, в первом классе на фильм под названием «Чёрная курица» или «Подземные жители». Его показывали в рамках какого-то кинолектория. А вообще, дома культуры входили в систему клубного кинопроката. Там стояли базовые кинопроекторы, позволявшие показывать любые фильмы, кроме широкоформатных. Как правило, копии фильмов передавались в систему клубов после проката в кинотеатрах и крутились там годами и даже десятилетиями. В результате в каком-нибудь ДК можно было посмотреть не только фильм, который только что прошёл в кинотеатрах, но и что-то более редкое, чего больше нигде нельзя было найти. Помню, в ДК ЗИВ в мае 1982 года я впервые испытал «Коллективный киноопыт» на британском фильме под названием «Вожди Атлантиды». В одной из сцен какое-то жуткое морское чудовище просовывает свою страшную морду в открытый снизу люк подводного аппарата, в котором сидят герои. И мне, десятилетнему, как и всем сидящим рядом со мной в тёмном кинозале пацанам и девчонкам, было по-настоящему страшно. Синхронно затаив дыхание, мы с ужасом следили за тем, как чудовище снова направляет свою морду в люк. Но всё закончилось благополучно. Герои смогли отбиться от чудовища, выписав ему заряд электрического тока. А буквально через месяц, в июне, я впервые попал в настоящий кинотеатр. Главный в городе Октябрь. Огромный зал, большой широкоформатный экран и постепенно гаснущее перед началом фильма освещение произвели на меня немалое впечатление. Больше, чем сам фильм. Он назывался «Александр маленький», и из него мне не запомнилось ничего, кроме того, что это фильм про войну. Тогда фильмов про войну было очень много и редко какой мог зацепить. Позже я нашёл этот фильм на Кинопоиске. Режиссёр Владимир Фокин, известный прежде всего политическим сериалом «Тассу полномочен заявить» 1984 года. А «Александр маленький» совместное производство с Германской Демократической Республикой. Почему я попал именно на этот фильм, было это случайно или целенаправленно, не помню. Но мой старший брат увлекался кино, покупал журнал «Спутник» кинозрителя и выписывал советский экран. И в какой-то момент я тоже начал всем этим интересоваться. До этого, не считая редких походов в ДК «ЗИВ», кино я смотрел в основном по телевизору. Подробнее про то, какое кино можно было увидеть на советском ТВ, я рассказывал в эпизоде подкаста «На голубых экранах страны». Но попав в настоящий кинотеатр, я запал на кино, и начал ходить на все подряд. Меня притягивал не какой-то конкретный жанр или, например, конкретный фильм. Мне было непонятно, как можно пересматривать один и тот же фильм несколько раз. Это же скучно. А именно, кино как вид искусства. Хотя я, конечно, это так не формулировал. Фильмы, которые в основных кинотеатрах шли с ограничением «Дети до 16-летней допускаются», я смотрел потом в ДК «ЗИВ», где никто ограничениями не заморачивался. Контент, который попадал тогда в категорию запрещенного для детей, сегодня кажется вполне безобидным. Максимум запретного, что присутствовало в этих фильмах, это женская грудь или, гораздо реже, полная фронтальная обнаженка, но либо снятая издалека, либо показанная совсем мельком. В Могилеве самым прогрессивным был ДК «Швейников» в самом центре города. В кинозале каждый вечер показывали фильм. Репертуар, написанный от руки иного красивым почерком, вывешивали на месяц вперед. И там можно было найти, например, фильмы Андрея Тарковского, вышедшие на экраны за 10 или больше лет до этого. Именно там, осенью 1982 года, благодаря старшему брату, я посмотрел Андрея Рублева и «Солярис». Возможно, мне, десятилетнему, такое кино смотреть было еще рановато, но мощь кинематографического зрелища я оценил уже тогда, и эмоциональное воздействие было сильным. При этом, я никак не отделял Тарковского от всего остального кино, да и деление на массовое авторское, которое тогда уже существовало, не понимал. Мне хотелось смотреть любое кино. И в этом я не так уж сильно отличался от большинства могилевских тинейджеров, регулярно посещавших кинотеатры. Как я сейчас понимаю, пять кинотеатров на трехсоттысячный город это было не так уж много. Поэтому на самые хитовые фильмы в кинотеатры выстраивались длинные очереди, и часто билеты заканчивались. Иногда, чтобы привлечь зрителей, на афише могли слегка передернуть описание фильма. А поскольку спутник кинозрителя или тем более советский экран считала все же небольшая часть зрителей, а трейлеров вообще не существовало, то описание на афише было практически единственной возможностью узнать, о чем фильм. помню какой-то вполне артхаусный и камерный болгарский фильм середины восьмидесятых, название в памяти не сохранилось, который на афише обозвали авантюрной мелодрамой или чем-то подобным. В результате на вечернем сеансе набился полный зал, но потом люди стали уходить. Однако прокатчики не расстроились, билеты же были проданы. Интересно, что кинопрокат в Советском Союзе был одной из тех отраслей, где, несмотря на плановую социалистическую экономику, деньги считали и старались максимально зарабатывать. Я это понял в достаточно раннем возрасте. Новые фильмы тогда выпускали на экраны не перед уикендом, как сейчас, а с понедельника. Если фильм привлекал много зрителей, то прокат его мог продолжаться две недели, а то в особых случаях и три. Но если на фильм шло мало людей, то уже к четвергу его с проката снимали, заменяя непотопляемым кассовым хитом, как правило индийским фильмом. Я индийские фильмы не смотрел. У меня к ним было предубеждение еще с раннего детства, когда по телевизору я увидел вполне, как я понимаю, типичный индийский фильм под названием Зита и Гита. Единственное исключение танцор диско с Митхуном Чакраборти в главной роли, вышедший в СССР летом 1984-го. Массовая советская аудитория любые индийские фильмы, как правило мелодрамы, часто с музыкальными номерами, почему-то нравились. Пользовались спросом и мелодрамы отечественные, на них тоже стояли очереди. В интервью начала 2000-х Борис Павленок, бывший заместитель председателя Государственного комитета по кинематографии СССР, Госкино, говорил, что рентабельность советского кинематографа составляла 900% в год. Цитирую. Мы когда-то оставили с американцами синюю птицу, и у меня для журнала Variety брали интервью. Я им говорю, что кинотеатры в СССР посещают 4 миллиарда зрителей в год. Они переспросили, я снова, 4 миллиарда. Они попросили написать на бумаге, пересчитали нули, и все-таки написали в журнале 1 миллиард. Средняя цена билета 22,5 копейки. Вот и получали сборы в 1 миллиард рублей со всей киносети. Конец цитаты. При этом такая рентабельность, если верить приведенной павленком цифре, достигалась во многом за счет советских фильмов. Иностранного кино в прокат выходило мало. Конечно, прежде всего из идеологических соображений. Показывать чуждое советскому образу жизни, буржуазное западное кино считалось неправильным. Тех же индийских фильмов было немного, а фильмы производства соцстран интереса у зрителей, как правило, не вызывали. На редкий западный фильм, каким-то образом попадавший советский прокат, народ просто ломился. Помню огромную очередь в кассу кинотеатра «Родина» году в 1983-м, на рядовой приключенческий экшен к сокровищам авиакатастрофы режиссера Дэвида Хэммингса. Оригинальное название «Race for the Yankee Zephyr». Трюкач «The Stuntman» Ричарда Раша, вышедший в СССР в 1983-м или 1984-м. Я посмотрел уже в ДК Зив. В кинотеатре он шел с ограничением, кроме детей до 16-ти лет. Из отечественных фильмов, кроме мелодрам, привлекали зрителя комедии, крайне редко появлявшиеся, сделанные по лекалам голливудского кино, боевики или триллеры. Например, «Пираты 20-го века» или «Экипаж». Оба фильма вышли в 1980-м году, и я смотрел их уже в ДК. Получается, что массовому зрителю, несмотря на изоляцию СССР от большей части остального мира, было интересно такое же кино, как и везде. Зритель хотел интересного зрелища, а ни в коем случае не пропаганды или восхваления социалистического строя. К 80-м годам у зрителей Советского Союза выработалась аллергия на идеологическое кино, прославляющее вождей. Точнее, одного канонизированного вождя Ленина. Помню, в начале 1883-го года в кинотеатре «Родина» шел масштабный высокобюджетный фильм Сергея Бондарчука «Красные колокола» фильм «Второй». Я видел рождение нового мира. Мэтр советского официозного кино зачем-то решил в очередной раз пересказать официальную версию большевистской революции 1917-го года. И когда в кадре появилась набившая оскомину дворцовая площадь Петербурга с бегущему по ней к зимнему дворцу революционными матросами, зрители массово потянулись к выходу из зала. Остались досматривать фильм десятка два человек. Интерес же к западному кино был напротив очень большим. Причем к любому, которое показывали. В марте того же 1883-го года в Могилеве проходил фестиваль фильмов из собрания Госфильмофонда СССР. Вместо текущего репертуара в течение недели в основных кинотеатрах шли старые иностранные фильмы, когда-либо купленные Госфильмофондом. Помню, мне с трудом удалось попасть на Спартак Стэнли Кубрика с Кирком Дугласом, а на в джазе только девушки Билли Уайлдера билеты купить было невозможно. Также в программе были ГДР-овские фильмы про индейцев с Гойко Митичем в главной роли. Интересно, что фестиваль этот был единственным в своем роде. Ничего подобного в последующие годы в Могилеве не проводилось. Предполагаю, что целью такого фестиваля было заработать денег. Возможно, по условиям покупки этих фильмов Госфильмофондом в кинотеатрах их можно было показывать только ограниченное время, а фестивалей это не касалось. В первой половине восьмидесятых существовала и практика всесоюзных кинопремьер. Первым фильмом, показанным в статусе всесоюзной кинопремьеры, была «Надежда и опора» режиссера Виталия Кольцова с рано умершим Юрием Демичем в главной роли. История о научном сотруднике, возглавившем отстающий колхоз вне Черноземии, совершенно в духе тогдашних идеологических парадигм. Я смотрел фильм не на премьерном, а на одном из следующих сеансов, поэтому не знаю, что было на премьере. Какой-нибудь официоз, наверное. Еще одним фильмом с всесоюзной кинопремьерой стал «Берег» Александра Алова и Владимира Наумова по одноименному роману Юрия Бондарева в 1984 году. На меня в свое время произвел сильное впечатление предыдущий фильм этого режиссерского дуэта «Тегеран 43». А «Берег» не запомнился вообще. Конечно, пацаном на окраине Могилева я понятия не имел о том, что происходило в тот момент внутри советской киноиндустрии. А она находилась, мягко говоря, не в лучшей форме. Жанровых фильмов, которые бы повторили кассовые успехи экипажа или пиратов 20 века, не появлялась. Вместо них на экраны выходили очередные слабые фильмы из известных франшиз. В 1982-м был выпущен «Фронт в тылу врага». Третий фильм-трилогия по сценарию Семена Цвигуна, первого заместителя председателя КГБ СССР, с Вячеславом Тихоновым в главной роли. В 383-м Возвращение Резидента с Георгием Жоновым. Также третья часть трилогии начата еще в конце 60-х фильмами «Ошибка Резидента» и «Судьба Резидента». Высокобюджетный фантастический фильм «Лунная радуга», снятый Андреем Ермашом, сыном тогдашнего председателя госкино Филиппа Ермаша, оказался, несмотря на участие известных актеров полным трэшем. Одновременно советские режиссеры, имевшие какую-либо мировую известность, старались из СССР уехать. Тарковский с начала 80-х жил в Италии, где снимал фильм «Ностальгия». В 1984-м он принял решение остаться за границей, и его фильмы были запрещены к показу в СССР. В 1980-м после Гран-при жюри в Каннах за Сибириаду уехал пытать счастье в Голливуде Андрей Кончаловский. Его фильмы также запретили, а из титров фильмов, где он был сценаристом, его фамилию просто убрали. Помню, в середине 80-х по телевизору показывали фильм Никиты Михалкова «Раба любви», сценаристами которого были Кончаловский и Фридрих Горинштейн. И титр с авторами сценария был коряво, топорно заменен другим, с фамилием одного лишь Горинштейна, причем набранное совсем другим шрифтом. При этом в советском кино, как признавали сами чиновники госкино, доминировала серость, скучные производственные драмы, несмешные комедии, малоинтересные детективы. Все это было идеологически выдержанным, но зрителей не привлекало. Даже режиссеры жанрового кино, тот же Леонид Гайдай, снявший классические советские комедии, включая «Операцию Уэй» и «Бриллиантовую руку», к 80-м явно выдохлись, и «Спорт Лото 82», вышедший в одноименном году, был скорее самоповторением и эксплуатацией однажды найденных приемов. Возможно, такая затклая атмосфера в киноиндустрии стала причиной того, что реформы в ней начались раньше, чем в других творческих сферах Советского Союза. В 1986-м прошел Пятый съезд Союза кинематографистов СССР, который оттеснил от руководства кино Старую Гвардию, Бондарчука, Станислава Ростоцкого, Льва Коледжанова. Одним из главных достижений съезда была отмена идеологической цензуры в кино и выпуск на экраны запрещенных в свое время положенных на полку фильмов. Их так и называли полочное кино. История с запрещением фильма в идеологической цензурой, кстати, далеко не однозначная. На первый взгляд вообще удивительно, что могли запретить уже готовый фильм. Ведь еще на этапе одобрения постановки каждый сценарий проходил через худсоветы, обсуждения на студии, потом в Госкино. И все же случалось и так, что потом в прокат не выпускали фильм по уже одобренному постановке сценарию. Недавно мне попалось интервью критика Михаила Трофименкова, в котором он рассказывает, например, о том, как режиссеры, включая того же Кончаловского, пытались выставить себя более запрещенными, чем были на самом деле. То есть его фильм «История Аси Клячиной» по словам Трофименкова был не запрещен, а получил низкую прокатную категорию и вышел в прокат малым количеством копий. Приводит он и интересную версию запрета фильма Александра Аскольдова «Комиссар», одного из самых известных полочных фильмов. Запрет якобы был местью других режиссеров Аскольдову, который сам перед этим работал цензором и запрещал многие фильмы. В общем, это довольно интересное интервью, ссылку на него я дам в комментарии к эпизоду. Но все это происходило в Москве. А как отразились перемены в советском кинематографе на мне, зрители-тинейджеры из Могилева? Не сказать, чтобы значительно. Наверное, главным их результатом стало появление условно-перестроечного кино, фильмов, которые прежде были невозможны по идеологическим, а иногда эстетическим соображениям. Несколько фильмов того времени произвели на меня очень сильное впечатление. Асса, Игла, Маленькая Вера, Трагедия в стиле рок, Меня зовут Орликина. О них я поговорю в отдельном выпуске подкаста. Помню, в 1887 в Могилеве проходила ретроспектива фильмов умершего незадолго до этого Тарковского, и я впервые посмотрел «Сталкер». Примерно в то же время в кинотеатрах начали показывать голливудскую киноклассику. В свое время в СССР не попавшую из-за железного занавеса. Набор был достаточно рандомным. То «Унесенные ветром», то «Кинг-Конг». Тогда же в Могилеве появился и первый официальный видеосалон, где можно было взять на прокат кассету и смотреть фильм одному или в небольшой компании. В каталоге, помню, были редкие фильмы, до могилевских кинотеатров не дошедшие. Например, «Документалка Алексея Учителя Рок» или «Скорбное бесчувствие Александра Сокурова». Позже, стремясь к самоокупаемости, видеосалон открыл небольшой зал, где стал показывать, естественно, нелегально голливудские хиты. Открылся видеозал даже в кинотеатре «Октябрь». Там я посмотрел американский фильм Кончаловского «Поезд беглец». На тот момент в городе появилось уже несколько, как сейчас понятно, пиратских видеосалонов. Показывали они в основном голливудское кино, снятое за несколько последних десятилетий. Все, что не дошло до СССР в свое время. Мне все это попалось несколько поздно. В 16-17 лет, когда я, в принципе, уже начинал терять интерес к кино. Помню, в самом начале 89-го года я зачем-то зашел в ДК Швейников. Возможно, по инерции посмотреть на месячный репертуар кинозала. Стоявший у дверей в одной из помещений усатый мужик спросил «Ты в видеосалон? Нет. Неужели ты не хочешь посмотреть на Брюса Ли?» Я пожал плечами, отдал рубль и зашел. В небольшом помещении сидели на столе перед телевизором «Горизонт», рядом с которым стоял «Видико Кай. Несколько десятков пацанов в основном помладше меня. Фильм был выход дракона и меня он никак не впечатлил. Кстати, в том же 89-м году я узнал об услуге «Видик» на сутки. Тебе прямо домой привозили видеомагнитофон, как правило отечественного производства, электроника и десятка два кассет. В залог нужно было ставить паспорт, а стоило это удовольствие рублей 20. Точную сумму не помню, но порядок мне кажется таким. Моя институтская стипендия в то время была 40 рублей. Времена, когда «Видики» стали массово появляться дома у людей, наступят еще года через 2-3. Я, как и некоторая знакомая, привезли свои первые «Видики» из коммерческих поездок в Польшу. Конечно, если бы доступ к мейнстримовому голливудскому кино появился у меня лет 12-13, представляю, как впечатлили бы «Звездные войны», боевики с Шварценеггером и Сталлоне и тому подобное. Но в 16-17 все это, да еще на маленьком экране телевизора и в не очень хорошем качестве уже не цепляло. Мой интерес к кино вернулся через несколько лет благодаря показам в Минском Белсов-Профе, организованным иностранными посольствами, а также андеграундному, ну, с некоторой натяжкой, но можно так сказать, киноклубу Сергея Финенко. А в конце 80-х, начале 90-х меня все больше интересовала музыка, а кино отходило на второй план. Вы слушали подкаст Владимира Козлова, все идет по плану. Подписывайтесь на него на платформах, где слушаете подкасты. Спасибо всем, кто поддерживает проект на Патреоне. Спонсоры получают доступ к дополнительному контенту, например, текстовым комментариям каждому эпизоду и закрытому чату в Телеграме. Ссылка на Патреон подкаста есть в описании. Также, если подкаст показался вам интересным, рассказывайте о нем в соцсетях, ставьте оценки и пишите комментарии. До следующего эпизода.